Всем привет! С вами Андрей. У нас Выживание в Подземелье, вторая часть, Легенда о Колоссе. В прошлой серии мы открыли Колосса. У нас он стал доступен, собственно. Вот. Легенда о Колоссе у нас, собственно, доступна. Также у нас открыли Алхимика и, собственно, Рэмми, так называемую изоленту, открыли. У нас доступен розыск. Теперь мы можем пробивать сквозь розыск. Ну, розыск, это, скорее всего, пассивное. Давайте основной сюжет пробежим. Давайте вместе с вами прокачаем, ребят. Возьмем, наверное, Алхимика на третью позицию. У нас как раз дерево под третью позицию. Неплохо смотрится. Давайте прокачаем, собственно, отметку. Прокачаем яд. Потому что яд бесплатный у нас практически. И качаем адреналин ему до третьего уровня. Также можно прокачать усыпляющий газ. Ну, собственно, его полностью прокачаем. Прожмем его, чтобы он не мешался. Вот, собственно, прокачали его. Единственное, нам нечего на него будет, скорее всего, одеть. А, он пистолет носит. Обратите внимание. То есть ему можно, в принципе, пистолет отдать. Нет? Не соответствует. Жалко. Очень хотелось бы. Ладно, не страшно. Давайте продолжаем исследование. У нас, собственно, лес. На шестой этаж. Давайте расстановку поменяем местами. Как бы их поставить так. Вот. Сохранить. Один. Сохранить. Древний страж скрин согласен. Ну, собственно, вот как-то так мы будем стоять. У нас, правда, первого уровня. Это очень-очень плохо. Обратите внимание, у нас печать священника присутствует. Непонятно, что она из себя представляет. Сердце дерева. Кожа, не кожа. И рандомный предмет. У мобов слабость огонь, как вы видите, рекомендуется кто-то. Непонятно, кто. Мы не знаем, кто это. Поэтому давайте начнем. Посмотрим. Скорее всего, рекомендуется огонь. Моб, который бьет огнем и выжигает просто все по КД. Двигаемся. На нас сразу напали две группы. Давайте сразу начнем их бить. Начинаем расстреливать. Жука мы убили сходу. Ваншотаем цветок. По скорости мы, как вы видите, очень много урона получили. Мы не успели защититься. Из-за этого очень много урона получили. У нас, собственно, ядовик. Получили склянку. Это зелье устойчивости. Давайте его выпьем. Зелье, как вы помните, они постоянно идут. То есть, вы их постоянно можете использовать. Поэтому просто отдаем нашему любому персонажу. И они постоянно висят. Крит прошел. Отлично. Пробуем убить жужу. Жужу мы убили. Отлично. Получили цветок. Это у нас папоротник. Давайте посмотрим, что он делает. Папоротник у нас он восстанавливает узы героя. Нам пока это не нужно. Двигаемся дальше. Тут несколько этажей. Если быть точным, три. Поэтому достаточно большой данж. Мы убили одного. Хватит ли нам до урона? Давайте посмотрим. У нас мы бьем 125. Тут мы бьем 180. У жужи сколько хп? У жужи 48 хп. Давайте ваншотнем жужу. Да, жужа слабовато явно. Мироцвет. Давайте посмотрим, что он делает. Разрушить проклятие. Ну, по проклятиям я уже говорил. Повторюсь еще раз. Проклятие. Очень полезная тема. Они снимают, мешают нам. Вот как мы сейчас склянку выпили. Тоже самый эффект, только обратный дает проклятие. Недалеко впереди слышны звуки, зашесточенные схватки. Несколько жуков сбиты с ног, небольшим механизмом необычной формы. При внимательном наблюдении выясняется, что небольшой машиной управляет маленький орк, похожий на лесу. Все больше и больше черных жуков стремляется к маленькому орку. Ситуация достаточно пугающая. Группа решает помочь маленькому орку. Ух ты, еще одна пушистая милашка. Телса. Ну, будем называть ее Тесла. Эй, эй, вы. Мы наемники города Вальхаллы. Кажется, вам нужна помощь. Да, я не хочу, чтобы мой ребенок был забрызан в крови этих грязных жуков. У меня тут есть несколько боевых грунтов. Они могут вам помочь понадобиться. Нам дали ебанитовый посох, волну землетрясения, энергетический кристалл. Вы получили предмет для перезарядки колосса. Пришло время колоссу помочь нам. Призыв колосса. Огромное количество энергии, которую может получить немедленно, используя руну перезарядки. Пожалуйста, нажмите значок боевые руны. Нажали. Это энергия рунического кристалла. Для активации выберите любого героя, чтобы высвободить боевую руну. Теперь у вас достаточно энергии, чтобы использовать навык колосса. Используйте его. Нажмите на навык колосса, чтобы использовать навык. Колосс может наносить огромный урон врагам, а также иметь доп. эффекты. Атака, пожалуйста, выберите цель для атаки. Навык колосса и рунический кристалл помогут обеспечить мощный эффект. Разумное планирование может улучшить ваши боевые навыки. Это очень полезно. Теперь вы в безопасности. Эти жуки просто как кусок пирога. Я не хочу неприятностей. Вы хотите сказать, что мы суем в нос ваши дела? Не совсем. В любом случае, раз уж вы помогли, считайте это изделие своей наградой. Вот уж это большое спасибо на правду. Умирающий жук взрывается, и остросколки его панциря на большой скоростью летят в сторону группы. Берегись. Ваш герой ранен, используйте для исцеления. Вот, нажмите на... Чтобы открыть. Выберите. Чтобы полечить группу. Давайте полечим группу немножко. Если у нас руна, еще зелье какое-то, у нас какой-то тотем. Волна землетрясения. При активации все враги оглушены, продолжительность уменьшается. Против прожарских лидеров нельзя вынести. А также у нас присутствует посох. Посох шестого уровня, эбонитовый. Но посохи, скорее всего, на посох на алхимика только идет. Поэтому алхимик должен качаться. Мы нашли шута. Давайте с шутом поговорим. Коул, переверните карту. Нажмите, чтобы вытащить карты. Испытайте свою удачу. Получите белое, зеленое или синее качество перчаток. Получите золото, получите осколок рэми. Ну, перчатки, конечно, хорошая вещь. Но я думаю... Будем брать золото и не будем заморачивать. Осколок рэми полезная вещь. Но я думаю, что нам и так рэми дадут. Золото мы для персонажей найдем. В любом случае, золото пойдет. Давайте выбираем золото. Куда нажать, чтобы победить? Непонятно. А, я понял. Открыть карты цена 500 монет. Нет. Цена 500 монет нас не устраивает. Это так называемая лотерея. Я просто думал, она за бесплатно. Они нам ее за золото предлагают. Ну, пускай они за золото сами с ней играют. Двигаемся дальше. А здесь вот выход есть. Давайте выйдем. Можно порубить кого-то. В процессе истлела кожи герои отравляются. Мы получили дебаф в виде миазмы. Наши герои получают негативный эффект при вступлении в бой. Прикольно. Чтобы его снять, нам нужно использовать собственно, мироцвет. Жуки. Давайте попробуем это сделать. Мы не смогли снять проклятие. Жуки. Давайте нападем. Это лидер. Очень большой урон. Мы выбили. Кинули отравление на жука. Отравление на него бесполезно, потому что отравление работает в другой локации. Это имеется в виду крайне эффективно. Тут отравление очень плохо работает. Как вы помните, они уязвимы к огню. Поэтому для него оно бесполезно. Тут локация шестого уровня. Слезные предметы все шестого уровня. Корень папоротника. Что, у нас он хп резает, да? Давайте полечим немножко нашего героя. На самом деле, вот этот дебаф очень и очень жестокий. Если бы я знал, я бы, честно говоря, не выбивал. Проклятие исчерпало себя. Нам очень сильно повезло. Оно оказывается, количество ходов какое-то определенное. Бьем. Но они тут, пчелы, очень-очень слабые. Видимо, из-за количества этажей. По крайней мере, я так думаю. Не знаю точно. Седативный порошок. Скорее всего, на сон он. Выводит из игры выбранного ядовитого плюща Три Рунт. Сложно сказать, что это такое означает. Но в любом случае, нам нашли кого-то черта. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Мастера Раши приглашает вас в бою. Вы свободны в выборе врага. Вы можете получить лечение, когда выиграете. Примите вызов одной группы обычных демонов. Лимит два игрока. Получите случайный материал. Примите вызов одной группы элитных демонов. До трех игроков. Получите обычное снаряжение. Примите выбор лидера демонов. До четырех игроков. Получите расширенный чертеж оружия. Но на самом деле нам это не нужно. Потому что посмотреть можно было бы. Но я не думаю, что нам это пока не нужно. Мы еще не исследовали весь этаж. У нас 7-6%. Нам нужно исследовать полностью весь этаж. Собственно, переход. Тут сразу сундук. Отдай сундук. Я почему-то не могу забрать сундук. Давайте попробуем. Смог забрать сундук. Немножко золото получили с него. Ловушка, судя по всему, какая-то. Или что это? Это, а, я понял. Это телепорт на следующий этаж. Из кустов вышли какие-то монстры. Ясно. То есть зелье работает на один этаж. Что вы имели представление. Давайте посмотрим, что это за мобы. Какого они уровня. Сколько у них хп. Это мобы, судя по всему, первого уровня. Хотя написано 6-го. Но у них очень мало здоровья. Видимо, у них очень сильный ДПС. Мы нашли какой-то зачарованный панцирь. Давайте посмотрим, что это. Зачарованный панцирь. Можно вынести панцирь. Зачарован челестоногового. Насекомое обладает гораздо большей прочностью и выносливостью. Непонятно, что это. Давайте соберем траву. Крепкая шкура нашли. Крепкая шкура. Шкура от огромного животного, которая намного прочнее, чем обычные шкуры. Минус жук. Минус растение. Что-то, какой-то активации. Софья, может быть, на чеку я чувствую, что-то к вам приближается. Почему я ничего не вижу? Моя интуиция никогда не ошибается. Можете довериться, что-то случается в темноте. Тогда давайте притормозим. Хорошо, вот на этот приблизилась тень. Софья увернулась. Ребята, не двигайтесь. Если будете двигаться, оно станет сильнее. Позвольте мне сначала избавиться от сущности. Но мы, скорее всего, здесь проиграем. Нет, Софья очень... Тут мы, скорее всего, проиграем ей, потому что этой сущности. Давайте посмотрим, сколько у нее хп. Ну да, тут без шансов. У сущности 800 хп у нее, причем реген постоянно идет. Ее надо бить только электричеством, либо ядом. То есть убить мы ее убили бы, но не Софья. Да, это бесполезно. Темную сущность мы 100% убить не сможем. Но мы можем посопротивляться. Очень сильный отхил. Мы эту сущность просто не отпинаем. И очень слабый урон у Софьи. Она не ДПС. Видимо, ее придется лечить, либо воскрешать. Давайте просто чисто по ДПСим. Ну, 2-едницы урона, ну куда там. Наносила бы она, как наша ДД урон. Она, вот это защищено, скорее всего. Давайте закончим, собственно, этот бой. Понятное дело, что мы его проиграли. Поэтому, я думаю, особо заморачиваться нет смысла. Тут изначально нечестно. Что мы могли бы на нее одеть, на Софу? Нам просто нечего было на нее одеть. Может, мы из-за того, что мы убили Софу, мы потеряли ее. А в данный момент противник слишком сильен. После вашего улучшения вы можете сбросить ему еще раз вызов. Давайте посмотрим, что по Софье. Что у нее там здоровье, не здоровье, как себя чувствует. А, здоровье полное. Ну, понятно. То есть, противник там слишком силен. Нам с ним не справиться элементарно. Поэтому мы им не будем даже пытаться. Это второй этаж. Седативный порошок мы уже видели с вами. Это переход на следующий этаж. Квестовый направился к Шарлотте. Молодой мастер Шарлотта. По приказу Лерова, я пробовал, чтобы проверить ваши навыки, полученные в ходе испытаний. Мой наставник вам данного приказа. Давайте попробуем. Итак, начнем. Покажите мне, что вы научились. Не лучше я не подведу вас, не своего наставника. Начнем. Правило оставаться в живых в течении шести раундов против Рыцаря. И что вы пройдете дальше. Выжить против Ши... Ну, давай посмотрим, Рыцарь. О, нихрена ты там. Не, мы проиграли опять и этому тоже. Очень сильный ДПС у него. Данный номер слишком силен для вас. После вашего улучшения вы сможете бросить ему повторный визов. Давайте посмотрим, сколько у наших ХП, ребят. ХП... Какие-то странные ребята, слишком жестокие стоят. То есть, мобы вообще копеечные, а ребята прям капец, какие жестокие. Стреляем. Убираем первого. И бьем по второму. Забрали первого и забираем второго. Нашли какую-то руну телепорта. Очень большой этаж. Я бы даже сказал, он просто огромный. А тут самое интересное, что еще три... Всего три этажа подземелья. Ходит Джужа. Она ударила нас... Ядом, но мы ее добили. Капец, тут переходов, конечно. Локация, конечно, здоровая. Еще какое-то тело. Давайте посмотрим. Я флорист. Не хотите немножко цветов? На самом деле, нам не нужны цветы. Спасибо. Я продаю цветы за деньги. Она дала мне семена, у меня в карманах. Мне сказать, что семена успешно растут. И семена дают богословление на ваш брак. И спасибо, но... Я не откажусь от своей мечты. Идеальное зелье какое-то нашли. Собственно, идеальное зелье нельзя вынести. ОЗ превосходного класса восстанавливает 65%. Наши ребята в пятом уровне. У нас локация шестого уровня. Соответственно, мы ничего не можем сделать толком. Двигаемся дальше. Собственно, следующий переход. Собираем. О, жирненький. Давайте посмотрим, что он жирненький. Вы сталкиваетесь с группой небольших бандитов, которые пригодили вам путь. Они требуют, чтобы вы заплатили пошлину. Блокпост. Нам предлагают, чтобы мы уладили заплатить им, придумать и напугать их. Либо не давать ни пения, доставать меч, готовиться к бою. Давайте попробуем напугать их. Грабители блефуют и передают вам мешок с золотыми монетами. Отлично. Собственно, мы, скажем так, решили это мерно. Не пришлось ни с кем драться. Убиваем одного жучка. Убиваем второго. Тут еще сундучок лежит. Давайте. У нас левелап для двух персонажей. Давайте сразу их пододенем. У нас, собственно, ботинки. Одеваем ботинки. Одеваем ботинки. А, мы не соответствуем. Понятно. Мы не соответствуем, поэтому не одеваем ботинки. Но, опять же, тогда, обратите внимание, у нее получается 20%. То есть, мы не больше. Но тут, по сути, тогда нет смысла. Отдаем этой ботинки и одеваем второй ботинки. А, то есть, мы принципиально не можем, да? Угу. У нас универсальные ботинки только одни, да? Ну и зачем тогда нам сопли желать? Пускай будет так. Пока никто из них... А, у него может одеть ботинки, да? Может. Может, смотрите, у нас наше отдело ботинки. Теперь она в ботинках. У нас еще переход на третий этаж. Давайте поищем его. Собственно, третий этаж. Двигаемся на третий этаж. Третий этаж локации. Собираем цветы. Монстры вышли из кустов. У нас напала пчела. Давайте ее убьем. Пчела убита. У нас сразу говорят, что переход здесь есть. Давайте какое-то дерево. Дерево рубить можно попробовать. Вырубили доски. И на нас напали насекомые. Давайте посмотрим, что за насекомые. А дохленькие самые. Просто ваншотаем их. Очень больно бьет насекомые ядом. Это жужа. Убили ее. Собственно, получили немножко дерева. Непонятно, зачем дерево нужно. Собственно, немножко травы. Опять же, три моба, которыми мы уже с вами сталкивались. Первый падает. Второй падает. Жужа сейчас по танку будет пить, судя по всему. У танка у нас полторы тысячи здоровья примерно. У Софьи шестой уровень, как вы видите. Соответственно, мы можем ей прокачать, точнее отдать посох. А, он не для нее, он для алхимика. Ага. А это тоже, ну, значит, медальончик. Как мне соответствует? Не соответствует. Хорошо. Медальончик можем тебе одеть, да? Значит, медальончик можем отдать Софе. Вот как-то так. Опять насекомые. 47, но это слабенько. Опять же, Жужа нас бить будет. Опять. И добиваем, собственно, критом на 200. Отлично. Нашли манекен рыцарского шлема. Это шестой шлем на воина, бойца и, судя по всему, ядовика. Давайте посмотрим, что у нас за шлем. У нас пятый шлем, мы можем его одеть. Собственно, убили их. Двигаемся дальше. Тут три моба. Опять у нас штанг получит урон. Видите, пробивающий урон не работает с первого хода. Поэтому... Наш штанг лимонсач получает урон. Причем достаточно болезненный урон. Опять нашли этого черта с ареной. Но, как вы понимаете, мы в арену не пойдем пока что. У нас и так ребята еле живые ходят. Надо в идеале им дать хилочку нашему танку. А что-то он вообще сильно падает. Собственно, 75 исследовано процентов. Ну, и еще пару насекомых. Собственно, забрали насекомых. У нас почему-то по скорости начал маг... Ну, точнее, наш священник обгонять. Опять же, этот босс. Три звезды. Давайте посмотрим, что за босс. У него 400 хп. В принципе, я думаю, мы его сдуем. У него нет иммунитета к яду. Мы его очень быстро сдуем, скорее всего. Даем щит. Мы срезаем переднюю линию. Ходит босс. Кидаем на него яд. Начинаем потихонечку расстреливать. Даем иммунитет. Он бьет массой постоянно, как вы видите. А мы на него накидываем потихонечку яд. Ну, и просто убиваем его, чтобы он не отсвечивал. Мы пробили данж. Забрали ботинки. Посмотрим, что за ботинки. Шестой уровень. Они на клерика, стрелка и так далее. Ну, в целом неплохо. Удар по разуму. Значит, чистый урон. На самом деле, интересные ботинки. Забрали ботинки. Немножко этого. Окраин ли он не такой голожопый. Давайте посмотрим, есть что-то еще. Тут ничего нет. С боссом мы справились, а арену мы не заходим. Поэтому мы отсюда выходим. И на этом мы с вами закончим. Мы получили у Блэка черту трудолюбивый. Не знаю, что она нам дает. Факт в том, что мы ее получили. В город. Это ратуша, где вся информация, хода исследования, всеобщее обозрение. Это архив, где все мобы хранят. Нажмите на подземелье. Нам говорят, что нужно полностью весь запрет на лес исследовать, для того, чтобы забрать потом еще оттуда награды. Это достижение, которое можно забрать, когда вы их разбудете. Собственно, мы убили запрет на лес 1. Забрали немножко золота. В хранилище нам что-то подсказывает, что здесь что-то есть. Но у нас, судя по всему, ничего нет. Также можем усилить. Как видите, у нас подсвечено. Давайте усилим немножко. Аура. Давайте ауру прокачаем. Собственно, она уже прокачалась. Уровень лорда прокачаем. Она уже прокачалась. Отлично. Также у нас тут владыка что-то там подсказывает. Собственно, мы еще немножко получили камешков. Рекламу я без вас буду смотреть. Ну, вот как-то так. Мы, в принципе, народ немножко пододели. Какие-то предметы получили. Книги и опыта можно, в принципе, было бы и использовать. Но что касаемо остальных предметов, пока не ясно, куда их девать. Вот. Собственно, нам открыли расследование чумы. То есть, ну, это, скорее всего, будет уже в следующей локации. У нас есть запрет на лес 2. Который мы можем повторно пройти. Ну, это, скорее всего... Ну, скорее всего, основная линия будем проходить на камеру. Не основную, скорее всего, я без вас буду проходить. Либо как-то так. Посмотрим, как это дело пойдет. Ну, вот, скорее всего, следующее будет чума. Также, возможно, еще можно будет забежать, собственно, в розыск. Тут пособирать квесты. 30 тысяч все-таки это много. Не понимаю. А, это, скорее всего, ратуша. Ратуша нам почему-то подсвечивает. Хранилище. Непонятно зачем. А, у нас какой-то блиц нарисовался. Обратите внимание. Отварился посадить мечту в лесу. Книга опыта. Непонятно вообще, откуда это... Удивительно. Мы, грубо говоря, запрос так, получили 10 тысяч монет. Ну, по монетам, я думаю, все понятно. Что тут они буквально из воздуха делаются. Но, опять же, это на начале. А потом эти монеты прям очень сильно оботкнутся, как и, собственно, кристаллы. Поэтому, я думаю, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.